Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот и все, я решил свою жизнь связать с этим видом спорта Свои навыки Юрий уже не один год оттачивает под руководством Сергея Курбанова С тех пор, как переехал из Нелидова в областной центр Где-то 4 года назад Юра переехал сюда, поступил в колледж имени Коняева Где сейчас и учится на третьем курсе И после того, как переехал, он меня нашел Меня нашел, сказал, что хочет продолжить свои занятия Тейквондо И как-то сложилось, что вот благодаря поддержке государства Помощи людям с ограниченными возможностями Два года назад образовалась федерация пары Тейквондо Которая начала развивать этот вид спорта Начала проводить соревнования масштабные Юра в прошлом году участвовал в чемпионате мира Был 13-й, в этом году прошел первый официальный чемпионат Европы в городе Москве Ну, Юра неплохой спортсмен Самое главное, упорный спортсмен Вот, он уже прошел не одно соревнование Причем достаточно крупного масштаба В прошлом году стал чемпионом России Вот, ну, возраст берет свое Набрал вес, в этом году выступал уже в более тяжелой весовой категории Больше на 10 килограмм И в этом году стал бронзовым призером чемпионата России Который проходил в городе Каспийске В республике Дагестан Вот, провел свои бои достойно Проиграл штрафным балом одним Проиграл чемпиону мира 2009 года Тоже российскому спортсмену Кану Артуру из Иванова Вот, и Юра продолжает упорно заниматься После чемпионата России Сейчас остался в республике Дагестан Который известен своей хорошей школой Подготовки спортсменов Остался там на сборы И вот, буквально на днях он вернулся Для того, чтобы продолжить свою подготовку Где-то 15 декабря Он уезжает на всероссийский, первый всероссийский турнир В город Екатеринбург Бронза хорошо, а золото лучше Сам Юрий взвешенно оценивает свои результаты И не сомневается в дальнейших успехах То, что не удалось, как и в прошлом году Стать чемпионом, он воспринимает сдержанно Проиграл, конечно, в полуфинале Но я думаю, что нормально Я думаю, что в следующий раз выиграю Ты был чемпионом России по другой весовой, да? Да, в категории 58 В этом году перешел просто в категорию 68 килограмм Там сильнее ребята? Ну, да, они больше, крупнее, длиннее Ну, соответственно, как бы и способности у них лучше Вот пара тэквондо и тэквондо В чем разница? Ты же в общей группе тренируешься Это помогает тебе как-то в паре тэквондо? Ну, да, конечно, помогает Общее физическое просто воспитание организма Ну, так Ну, вот на соревнования езжу Как бы, ну, все нормально А как с учебой удается совмещать? Сейчас студенты в колледже? Вообще, ну, как-то не очень хорошо получается Ну, приходится либо там, либо там что-то прогуливать Либо что-то делать Но, ну, так, в принципе, ну, нормально, учусь пока Занятия в общей группе здорово помогают спортсмену Готовиться к состязаниям по паре тэквондо Хотя, конечно, тренировочный процесс для Юрия имеет и свои особенности Ну, у него, конечно, есть индивидуальный план Потому что немножко отличается пара тэквондо от тэквондо привычного В паре тэквондо запрещены удары в голову То есть работа только на корпус Но это именно помогает ему Помогает вот именно работа в общей группе Работать нормально, достойно с противниками, сильными Потому что здесь он работает с сильными ребятами Кто-то члены сборной России, бывшие члены сборной России Мастера, кандидаты в мастера спорта И таким образом он повышает свой уровень спортивный Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова